Всем прекрасного настроения! Сегодня я готовлю милину или баницу, можно назвать вертутой из вытяжного теста. Также в этом ролике вы увидите, как молодые люди впервые вытягивают тесто и у них это получается изумительно. Смотрите! Аааа, Лариса пришла! А ты мне говорила, да? Да, я сказала, на что-то без стирки тесто. Ну, сейчас будем заделать. Штрудли, к сожалению, камера разрядилась, и я без вас закончил. Вот они уже, мы их снимаем. Но зато милину будем продолжать в вашем присутствии. Можно и на столе растягивать, но немножко мы пока... Смотрите, как она тянется. Хорошая мука. Вот многие зрители у нас говорят, что не получается. Все зависит от муки, от мастерства зависит немногое. Вот. Положили на стол и растягиваете себе. Смотрите, когда мука хорошая, она даже и не рвется. Просто красота. Смотрите, как она разравнивается. Просто прелесть. Это у нас будет милина, которая с творогом. Сейчас мы ее сделаем. Милина или банница. Или банница, да. Раньше мы делали, но вот сейчас мы посмотрим детям. Вот чуть-чуть порвалась. Ну, как моя Лариса говорит, ничего страшного. Мы ее все равно будем скручивать. Помастим и будем насыпать начинку. Теперь накидаем нашу начиночку. Вот. Надо было еще сюрпризов им напихать детям. Ну, это уже на старый Новый год. Ну, на старый Новый год. Так, по традиции, да. Угу. Вот. Накидали начинку. Теперь мы ее сворачиваем. Так, мы ее сворачиваем. Лора, давай, я не приготовил форму. Давай форму быстрее. Несу. И ставим, начинаем от центра. И ставим ее. Почему от центра? Потому что, чтобы следующую можно и поправить, и следующую будет по кругу. И вторую. Вот одна у нас уже милина и готова. Только заливку осталась. Крошки не поместилась. Красавица. Ой, чуть-чуть тут не поместилась я. Прямо воздушно. Ну, хорошо, да. Пока я раскатывал тесто, корж Лариса Николаевна налила 4 ложки сметаны и разбила 2 яйца, взбила. Вот это наша заливочка будет. Мы заливаем и кидаем ее в эту, в духовку. Так милина будет мягче. Да, будет. Ну-ка, без заливки она не годится. Ну, давай, пробуем милинку. Разрезай. Так милину никогда не разрезали. Сколько себя помню. И я беру, тут находят краешек. Где тут краешек? Во, вот так. И вот так. Раз. Одному. Пожарим. Кушай. Ого. Спасибо. Раз. Ааа. Что ж ты не сказал, что только обожегся я, понимаете ли. Ну, ничего. Вот я уже буду подкладочку ставить. Спасибо. Просто слишком рано после духовки меня заставили делить. Ну, сынок, тебе оба конкретно. Так, теперь маме. Так, ну тут уже надо резать, наверное. Ну и от мамы порезать, да? Ну ладно, не буду, оторву и тебе. А, горячее же, самое горячее. Ну, ради мамы тебя будешь сквозь. Да, для мамы сквозь стерни пройду, пожалуйста. Спасибо. Ну и себе еще кусочек вот такого. Ох. Ого. Все, я поделил. Да, вот горячее никто не может. Прутики Даша. Знаешь, кого ты мне напоминаешь? О кого? У нас Ксюша привязала с Адаси, ну, много лет назад уже, восемь, девять, кошечку. Она изумительная была. Так мы собак, я собакам варю в кастрюле, там мясо кинул, все, и кипит оно. А у нас кипящей кастрюле мясо воровала. Можешь представить себе? Вот и ты мне напоминаешь, что кушаешь в кастрюле. У тебя и супа с котом не получалось? Нет, она его постоянно делала. Охотница была знакнейшая. С потолка мыши ловила. Это как? А там вот в бруске она смотрит, сидит на потолке мышь. Она вот такие раз, за один брусок, за вторую, ну, стенка с бруска. За вторую лапой держит, такие, хоп, мыши, и спрыгнула. Все полезно оказалось. Кофти забила, и все. Полезнейшая. Ты что, кошка была золотая? Космос ее сынок, кстати. Ну, он балованный, домашний ботин. О, наверное, того он и балованный. Пробуем Милену. О, так Ксюша уже напробовала, уже у нее нету, надо ей добавить. Ксюшенька. Вот, пожалуйста. Пока, дай, что дело, на пробу ждали, пока остынет. Ну, вы бы как все истории расскажете. О нас, ну, с нашей хорошо, молодцы. Ну что, вердикт на Милену пробовали? Как? Очень вкусно. Даша, со сметанкой. Да, со сметанкой. Да, со сметанкой. Мне и без сметанки понравилось, но я думаю, со сметанкой будет. Шикарно. Костя, результат. Все, видите, нам даже и космоса не надо. Но мы поверим молодым людям, что очень вкусно. Спасибо. Что, Ксюшка, добавочки добавить? Как? Папа, все вообще замечательно, все отлично. Но единственная просьба. В следующий раз, когда будешь делать штрудли, ты предупреждаешь, что там еще Милена есть. Это я не готова была. Ну, ничего, завтра еще день будет. Так что не страшно. Ну, вот, вот так мы потом на руках, вот так растягиваем наше тесто. Мы уже покушали, и осталась еще одна Милена. Нет, это не сюда. А вот тесто я столько намесил, что будет уже на завтра будем месить. Уже гости сегодня уже кушать не могут. Наелись. Вот. Вот таким образом мы его растягиваем. Кидаем на стол, и так мне удобнее растягивать вот таким образом. Вот. Вот так мы ее будем тянуть до прозрачности, как моя Лариса Николаевна говорит. Вот раз. И вот смотрите, видите, через него уже видно стол. Я уже немножко выпил, но, тем не менее, процесс получается. Правда, вот пару дырочек. Но, как Лариса Николаевна говорит, это не страшно. Смотрите, какое оно прозрачное становится. Какой маленький коржик был, а какой стал большой. Сейчас мы, там дети уже готовят начинку. По начинке не хватило столько теста. С моим размахом богатырским, понимаешь ли. Вот так. Все, осталось помазать маслом и кидать начинку. Начинка готова! В процессе. В процессе. Я же бесспособна. Папа выдохся, и дети пришли на смену. Вот папа наколотил тесто. Хватит до 12 часов ночи. Ты смотри, я даже не знал, что вы умеете тесто тянуть. Вот, ты посмотри, какие молодцы у меня дети. Посмотрите, как молодые люди тренируются остатками теста, которые я намесила. А вы говорите, дорогие зрители, многие, некоторые, что не получится. Смотрите, с первого раза объяснил, рассказал, показал. И смотрите, как он растягивает. Как классно! Какое у нас представление сегодня. Нам с Ларисой Николаевной сегодня точно не скучно. Нам очень приятно с такими молодыми людьми. Костя, дерзай! Ты хороший ученик. Да, да. Давай, давай, давай. Ох, какая сказка, блин. Ох, какой молодец. Костя, я отошел на 30 секунд, а ты решил высший пилотаж показать. На весь стол растянул такой. Это не страшно. Лариса Николаевна говорит, это не страшно всегда. Скручивать же все равно будет. Для первого раза это вообще гениально, Костя. Ну, это же ваша наука. Все. На что вы... Пора тебе подаваться в кулинарный институт или в ресторан этим поваром пока. Да шеф-повар, конечно, еще равно. Ну, все, не растягивай уже, нормально. Теперь начиночку и скручивать. А, сначала побрызгать маслицем, Костя. Чтобы оно было слоеное, слоистое. Во-во-во. Тоненько, не гай сплошное. Во-во-во, вот такого везде. Ох, какой ты молодец. А ты просто гений. Ты еще лучше, чем я делаешь. Какой ты молодец, Костя. Так, нормально очень. Цены тебе нема. Какие друзья у моих детей классные, талантливые, способные. Да, как в ащи-диты такие. Да, молодцы. Молодцы. Костя начинку положил. Теперь будет скручивать. Ну, думаю, эта часть у него по-любому должна получиться. Тут как ни сделай, все равно хорошо. Ага, форма есть. Только по центру будешь крутить, потому что форма мелковатая. Ну, тоже больше до формы, так. Если там рвется, потому что яблоки мокрые. Можно ножик взять и ножиком подбирать, если что. Тут надо, пора курсы открывать нам. Ну, так. Смотри. Особенно, если такие все талантливые ученики будут. То вообще будет удовольствие. А еще если платить будут за курсы. С такими вчителями, ну, а как думаешь? Да. Потому что если ученики будут, то есть ученики, какие умения, такая оплата должна быть. Ну, да. Ну, ты когда-нибудь растягивал? Нет, первый раз. Первый раз. Чуете? Видите, дорогие наши зрители. Ну, так вытяжное я не делал. Нет, вытяжное я никого. Ну, вот. Никогда не делал вытяжное. Посмотрите, как он, конечно. Ну, правда, он не месил. Ну, ничего, завтра замесим. Ну, а что? Не, нам бы это съесть спорю. Ну, так. Не будем мы больше месить. Да, эти с этой стороны просто вот так вот поднимаем. Да, да, да. Форма есть. О, раз. О. А теперь центр один сюда. Оставишь центр и вокруг него скручиваешь. Да. Во. Во-во-во-во. О. И вокруг него вот такое закручиваешь. Ага-га. О, какой ты молодец. Ну, ну, просто гений. О, по центру. Можно следующий делать. И Константин взялся за следующий корж. Ну, процесс мы видели. Дальше не будем повторяться. Он уже более уверенно держит качалку даже в руках. Так, ну, жена, я уже трохи с коржем пришел. Да. А за третьим он вообще всех пошлет и скажет, все, я открываю свой ресторан. И канал? И так канал. Что ты канал? Ну, канал на ютубе. Так. Что забегали? Что забегали? Я не ест и принес, а вас снимать на видео. Друзья, в следующем ролике мы попытаемся пересчеголять американских граждан в приготовлении их национального блюда. Индейки, запеченной в духовке в день Благодарения. Как у нас получится? Смотрите 1 января в 14.00. Благодарим. А.